Здравствуйте всем дорогие друзья, с вами Серега и сегодня я хочу вам показать своих два заброшенных аккаунта, на которых 506 тысяч кредитов. У меня серьезная дилемма, потому что реально до недавнего времени эти аккаунты как бы что-то для меня значили, а сейчас совершенно ничего. Что есть они, что нет, смысла совершенно теперь никакого нет. Перед тем, как я вам покажу данные аккаунты, сделаю на них обзор, чуток кредитов потрачу, поучаствуйте дорогие друзья в моем розыгрыше, где я разыграю для вас 1000 рублей, либо же 2000 кредитов на ваш игровой аккаунт Farface, либо же Kiwi кошелек. Чтобы принять участие, просто поставьте лайк на это видео, подпишитесь на мой канал и напишите абсолютно любой комментарий. Все итоги, как всегда, будут в группе ВКонтакте, также на ютубе вам придут уведомления, когда я отвечу на ваш комментарий. Желаю приятного просмотра, погнали! Друзья, для новичков Farface, а также для тех, кто не заходил на свой аккаунт более 30 дней, есть отличное предложение, где вы сможете получить кучу крутого доната и новое топовое снаряжение Storm. Все очень просто, если ты новичок, то просто регистрируйся по ссылке в описании и забирай крутые пушки со снаряжением на свой новый аккаунт и доминируй над противниками благодаря топовому оружию. Если же ты уже зарегистрирован, но не заходил на аккаунт более 30 дней, также переходи по ссылке и забирай топовый донат. Все бонусные предметы ты сможешь сразу перевести себе на свой аккаунт. Все это позволит тебе вкачать нереально крутой аккаунт и получить максимальное удовольствие от игры. Желаю удачи! Как многие, наверное, поняли, это мои аккаунты с прошлого Браво Чарли. Когда я когда-то пытался максимально их вкачивать, потому что это очень удобно, когда с твоей основы привязаны аккаунты с других серверов. У вас общие кредиты, допустим, на этом сервере, ты можешь просто переключаться среди этих аккаунтов. На каждом сервере своя экосистема, разные игроки, но сейчас, когда соединились сервера, абсолютно все то, что я вкладывал в эти аккаунты, качал, стало бесполезным. Потому что сейчас сервер абсолютно идентичен, он один. И у меня также есть еще другие аккаунты, другие твинки, естественно, они будут даже покруче, чем эти аккаунты. Единственный прикол этих аккаунтов в том, что, ну, тут теперь общие кредиты. Допустим, сейчас у меня на основном аккаунте 506 тысяч кредитов и, естественно, на этих тоже. Однако, совершенно нету смысла в существовании данных аккаунтов. Единственное то, что я когда-то вот эти даже все пушки выбивал, тратил на них по 20 тысяч кредитов и не мог выбить. Сейчас я в магазине их вижу по 200 кредитов. Вы знаете, хоть даже если я могу сказать, что эти аккаунты все заброшены, в них нету смысла. Максимум, что я могу, это вот когда-то заходить на них, чуток поиграть. Просто даже не ради какой-то ностальгии, потому что сейчас сервер-то одинаковый. И если просто поиграть на какой-то нулевой лиге, но у меня этих аккаунтов за всю историю Warface настолько теперь дохрена стало, что, серьезно, вот от этих двух смысла совершенно никакого нету. Кстати, если, ребята, хотите, чтобы я показал вам абсолютно все свои аккаунты, там еще какие-то твинки, где у меня 0PVE, я сделал на них обзор, обязательно поставьте лайк. Вы можете посмотреть, насколько дофига сюда было влита бабла. Сейчас, как вы понимаете, это ничегошеньки не стоит, потому что вот они все, вот эти золотые пушки в ряд. Очень красиво смотрится. Золотая М-ка. Блин, честно, не помню, купил ее, либо же выбил. Но много всего интересного есть. Даже Хармс на 600%. О-о-о-о. ФАМАС 1100 дней. Офигеть, просто, может, золотая М-ка, золотая Хова-тайп. Я, честно, вот не припоминаю, это с каких-то, может, ивентов я даже золотые пушки переводил. Может быть, даже пытался. Я вот помню, золотую берету я так и не выбил. По-моему, 1040 кредитов. Я там на улице в Хабаровске выходил, крутил себе берету золотую. Куда только не выходил. И, в итоге, золотую, кстати, так и себе и не выбил. 872%. Можно было бы, конечно, ее сейчас докрутить. Она подешевле продается. Но, серьезно, ну, когда-нибудь за два кредита, в принципе, докручу. Посмотрю, сколько кредитов, собственно говоря, мне не хватилось. Блин, я вот смотрю на это все и вижу то, что, то есть, много старого доната, который сейчас совершенно очень дешевый. Раньше реально на него тратилось очень много денег. Золотой Сиксавер, Тек Люкс, золотой ЦЗ Аут. И я не удивлюсь, если то же самое у ЦЗ Аута я выбил либо там с тысяч 20 кредитов, либо вообще на ТП за тысяч 15 купил. Ну, ладно, давайте этот момент мы опустим. Может быть, с оперативников я ее выбил. Ну, там, в принципе, тоже, чтобы вот так вот все покрутить, нужно было хорошенькую сумму такую потратить. Золотой Керамбит даже есть. Тамагав Гербер, это, по-моему, с коробок Упенкапа мне выпала куча всяких ножиков. Не знаю, откуда, но 18361 золотая Демогранта. Скорее всего, звание, что ли, пытался апать, таким образом, крутив коробки удачи. Хоть и от аккаунтов нет смысла, я все равно заходил, выполнял вот контракт, чтобы получать новую броню. Ну, вдруг когда-то понадобится, хрен его знает. Кстати, 30 уведомлений каких-то. А, пополнил? Тут тоже, что ли? А, ну да, на все сера приходят о том, что ты пополнил счет. Вот, ребята, вот столько пополнений счета. Офигеть, на Медика даже золотой Хан тут есть, золотой Фостерс Ориген, Тавер ТС Кастом, золотой Винчестер, Максим, золотой Ускон, золотая Бинели, золотой Фабарм, который я еще, наверное, в 2015 году за бонус купил, золотой Фабарм Престиж. Нет, вот это я точно помню, это я выбивал сам. Ой, сколько же это бабла! Вот золотой Томпсон, золотой Сиг, золотой Крис, АМБ-17. Вот, блин, смотришь на все эти пушки, даешь, сколько это бабла, и понимаешь, что сейчас, конечно, это совершенно не такие суммы. Вот, то есть, те же самые Ханни Бейджер из ту же маговские пушки, это все крутил, когда были большие коробки, мне это все не падало, и приходилось даже по несколько одинаковых версий выбивать. Золотой Энфилд, золотой Макмилн, элитный МК-14 ЕБЛ, золотая Труэлла 200%, зачем 100, давай 200, золотой Х308, может быть, кстати, сюда перевел именно из вот этих бросков, кто-то помнит, в 2016 году была вот подобная акция, золотой Кракен Бушмастер. Блин, я вот смотрю, ну, серьезно, аккаунт нормальный. По статистике, что тут, 1400 побед, 86 поражений, стата 250, но всего лишь 13 тысяч килов, что, собственно говоря, не особо-таки много. Любимые пушки, это вот они, пушечки 2014 года, эмочка, юсаск, тар, свуас, вот это я понимаю контент. Ну, достижения, скорее всего, да, тут именно вот, которые у меня выдавались на мой основной аккаунт, то есть тут они тоже есть, то есть за 500 тысяч подписчиков, допустим, вилдкарт. Ну, я так понимаю, всякие семерочки, вот эти вот циферки. Ну, достижения, короче, которые на всех персов выдавали, так же, как видите, они тут присутствуют. Так что, блин, я не знаю, надо было тут какого-нибудь ромба оставить, мне кажется, ромбик вот с такими ачивками смотрелся намного интереснее, чем подобный аккаунт. Но, как видите, тоже все это дело интересно. Это уже аккаунт бывшего сервера Чарли. По-моему, вот тут еще больше бабок было, потому что на Браво я как-то, ну, не так много внимания обращал, потому что там всегда был такой самый маленький онлайн из сексеров, по крайней мере, после 2016 года. И поэтому вот на Чарли плюс-минус, как на Альфе и было, и я вот на Чарли довольно даже много играл всяких ремок, и, естественно, денег тут потратил тоже намного больше. Поэтому склад тут, наверное, расширенный. Ребята, не смотрите на то, что я покупаю пушки по 200 кредитов, даже на заброшенных аккаунтах покупать золотые пушки по 200 кредитов, которые я пытался выбить с 20 тысяч кредитов, с 30 тысяч кредитов, это нереально приятное чувство. Поэтому я просто обязан, чтобы хотя бы на складе они были. Тут, как видите, аккаунт полностью заряжен, тут ДП-20, но это я не помню, это я сейчас купил, ДП-20 тоже за 200 кредитов продавали. Ну, тут не золотая МК, тут обычно МК, но зато есть золотой Хармс, 200%, ФН Файл, Скар, МГ-5, Мочка золотая. Ну, это очень много пушек, полученные по каким-то акциям. Больше всего денег, конечно, я сливал на всякие стужи магбовские. Такие золотые береты, вот туда денег уходило много. Золотой Максим также есть, золотой Сиксавр, золотая Чешка, куча всяких обычных пистолетов. Золотая Нушбабличка, как я радовался, когда я ее, наконец-таки, сюда выбил. Макпул, это точно, ну, на Медика, золотой Калашников, золотой Ускон, даже Хардрок есть, ну, это, я думаю, все переводил. Золотой Фабар, ну, это все с бонусов, конечно, накупалось. Инженера тоже все заряжено, ну, кстати, самого прям вот нового-нового топового донатного инженера, как видите, нет. То есть АМБ сама, наверное, сильная будет, а золотые пушки Макпул. Это вот, по-моему, видео, я каком-то вот на этом сервере выбил три золотых ствола сразу подряд. Вот Макпул, бабочка и какая-то снайперка была, может быть, сейчас я вспомню. Не, Скаут, это вообще я очень-очень давно убил, когда вот только добавили сюда золотую АХ. Тоже денег дохренища просто у меня потратил Трувейл, АСВ-98, Кракен. Но, блин, тут хоть через год зайди, снайпер будет все-таки заряжен. Колесо, вот, 300% АХ, и, может быть, он выпал мне как раз-таки золотой. Тут у нас 1034 победы, 93 поражения, стата тоже 258, почти как там. Ну, а тут убито врагов 21 тысяча. Ну, и из достижений, понятное дело, опять же. А, я забыл сказать, что да, на всех серверах у меня есть Царь Горы. Это самое крутое достижение из всех. То есть на всех серверах он у меня получил, наверное, на том аккаунте был Царь Горы, тут оно тоже, собственно говоря, есть, но оно не передавалось сервер на сервер. То есть на каждом сервере нужно было делать свой, собственно говоря, Царь Горы. Это по, типа, вот таких ачивок, типа, посмотрите, лан-финал, опенкапа, типа. Вот, не за багом, не каким-то дали девятку, чтобы понимали, еще в 21-м году, хотя я в игре только 8 лет. То есть девятку даю только тем, кто в 12-м году зарягался, я зарягался в 13-м году, но мне почему-то на этот аккаунт начислить девятку. Не знаю, что за баг был, но мне, в принципе, и пофигу, ачивка прикольная. Ну, так, чисто на день рождения Warface столько посадить, похвастаться, сколько ты лет Warface. Ну, а также ачивки абсолютно такие же, которые были у меня там. И сейчас я вам покажу еще один мой старый аккаунт, мой один неудачливый эксперимент. Когда-то давно, еще в 14-м году, я захотел себе также один аккаунт, где будет 0 PvE. У меня таких сейчас, кстати, 2 аккаунта, на которых я играю, до сих пор, которые я доначу. И вот что-то идея какая-то была сделать аккаунт, где у меня будет совершенно 0 PvP. Чисто PvE-шный такой аккаунт, но в итоге докачал я его до птички, да и как-то забил хрен. Подумал, зачем эта фигня вообще нужна? И начал играть PvP, типа. И вот, получилось так, что я не помню. По-моему, вспомнил я про него, может быть, года 2 назад. Зашел на него, у меня был скинутый ник. Раньше вот этот аккаунт был, чтобы вы понимали, Heavy Rain. Сейчас у меня такой ник на твинке. И вот он, вот такой вот аккаунт, как бы, был. Чтоб вы понимали, как вы видите, 2300 побед, 500 поражений, 181 стата. Причем 115 тысяч врагов ваш на PvP убил. Лучше себе любить, как видите, даже не фармлено. То есть, аккаунт такой очень олдовый. Ак-103, любимая пушка. Юсас, Таврактар, Макмиллан. Этот аккаунт мы, кстати, использовали, чтобы пранкануть панику. Причем я сюда закинул прям чуток кредитов, чтобы покрутить хант на время. И он с пяти коробок выпал навсегда. А так, тут одни старые пушки. То есть, какие-то Тавр Тары, Пара, АЦРки, ФН Скары, Тайп 97. Ну, раньше это было топчиком. И даже в этот аккаунт, чтобы вы понимали, я успел закинуть по Блинского таки нормально. Может быть, даже 1100 по тем меркам раньше улетело. Ну, то есть, 1100 и улетело по тем меркам. Вот на эти бабки можно было вот максимально это все дело получить. И то, по барам я получил за бонусы. Также бонусов было много из того, что в аккаунт, как бы, да, на телези бабки. Поэтому золотой скорпион. Это, вот это, по-моему, все за варбаксы было выбито. А так, собственно говоря, нихрена тут, как видите, нету. Из достижений, по-моему, тут, может быть, тоже будет какой-нибудь царь горы. Хотя, честно, не помню, чтобы в те времена все это дело мы старались получать. Ну, вот, не, одни ПВЕ-шные достижения даже, я не знаю, чем хвастаться. Типа, тут есть вообще какая-то достижения, которая нельзя сейчас получить. Ну, награда за верных, кстати говоря, он... А, в 2020 году набито? Из 15-го... А, я думал, эти пушки нельзя больше никак получить. Думал, ни хера сейчас похвастаюсь, бля. Крутая достижения. Ну-ка, подожди, 250 мясорубок в 2015 году. Вот, папочка. А, нет, вот, только в десятке рейтинга есть продержаться. То есть, царя горы нету, но зато есть продержаться в первой десятке рейтинга в ПВЕ. Даже не знаю, может быть, покрутить на таком вот аккаунте старином варбаксы все в ноль потратить. А варбаксы, наверное, не нужно было тратить. Но вдруг с пяти коробок сразу золотый крис выпал от короны. И я считаю, дело бодро куда-нибудь слить. Конечно, прям супер топовых пух нету. Но, смотря на какие пухи здесь есть, лучше, конечно, и не будет, в принципе. Не, ну если золотой выпает сразу F90 МБР, с такой-то удачей, это будет, конечно, хорошо. Потому что, ну, удача реально хангруп была. Потому что с пяти коробок сразу обычно выпал, сразу варфейс подкормил, чтобы аккаунт, так говорится, возвращался в строй. Ну, давайте посмотрим. Может быть, за короны тоже успеет выпасть. Но одна коробка остается. Надо было, наверное, какой-нибудь ножик крутить. Может быть, больше шанса было бы что-то выбить. Эх, ребята, вот такая вот ностальгия была в данном ролике. Знали бы, вот сколько сейчас реально испытал таких теплых чувств из каких-то давнишних-давнишних моментов в 14-х годах. Может, для тех, кто пришел варфейс совершенно недавно, это совершенно ничего не значит. Но я, смотря на вот эти вот свои старые аккаунты, понимаю то, что все. Смысла от них больше нету. Смотря на старые достижения, старые пушки. Ну, реально почувствовал какие-то теплые чувства еще с тогдашних-давних времен. Благодарю вас за просмотр, дорогие друзья. Не забудьте поставить лайк на это видео, подписаться на мой канал и написать ваше личное мнение в комментариях. Всем нужны ссылки, вы как всегда найдете в описании к видео. Мы с вами увидимся. Всем удачи и пока.